Привет всем и каждому! Спасибо большое, что зашли ко мне на канал, я безумно этому рада. В сегодняшнем видео хочу с вами поделиться своим опытом и подробно рассказать, как применять, как наносить и как ухаживать за автозагаром. И действительно, Леон Вредин. И давайте начинать! На самом деле, тема автозагара за границей уже давным-давно очень популярна, а у нас только начинает набирать такие достаточно массивные обороты. Поэтому на Ютубе среди русскоязычных блогеров достаточно не сильно много и обширно раскрывается эта тема. Поэтому я решила все-таки сделать это видео, так как и сама лично заинтересовалась этим средством. Когда я начала пользоваться автозагаром, я сама стала жертвой такого пренеприятнейшего зрелища на своем теле, а именно некрасивых разводов бронзата на своем теле. Где-то местами он был темнее, где-то светлее, а где-то вообще он отсутствовал. Так вот, после длительных экспериментов я могу четко и по существу рассказать, как же правильно пользоваться, наносить и ухаживать за автобронзатом. Сегодня в качестве примера я буду вам показывать и вставлять даже фото, как это было и как это стало. Использовала я вот такое средство от Avon, Care Sun Plus Bronze, увлажняющий лосион автозагар с маслом миндаля. Быстро впитывается для лица и тела. Сразу скажу, что для лица я не использовала и использовать не буду, и даже за границей автобронзаты для лица в основном не используют. Итак, с чего же начать? Самое первое вы должны определить, в каком состоянии находится ваша кожа. Если же она очень-очень сухая, самое первое, что вам нужно сделать, это хорошенько ее увлажнить за несколько дней до того, как вы будете наносить автобронзат. Это обязательное условие. Перед нанесением автозагара самое первое, что вам нужно сделать, это провести очень хорошую эксфолиацию мертвевших клеток. То есть, хорошо проскрабировать свое тело полностью. В этом случае я бы посоветовала больше не скрабы, а такие специальные рукавички с жесткой натуральной щетиной. Она лучше всего сделает это дело. Второе, это вам нужно сделать удаление нежелательных волос. Допустим, на ногах. Лучше всего я бы посоветовала делать это станком, не эпилятором. Потому что, когда вы пользуетесь эпилятором, когда луковица выдергивается, и вы проводите рукой по ноге, вы все-таки чувствуете такое, как шероховатость кожи. Поэтому я бы все-таки посоветовала сделать станком. Чем максимально гладкая кожа, тем лучше будет бронзат ложиться на вашу кожу. И третье, перед нанесением автобронзата, принятие душа, либо в ванну. Дальше, после того, как вы приняли водные процедуры, автобронзат сразу не наносим. Ждем где-то 20-30 минут, когда наша кожа высохнет. Но и не будет чересчур сухой. Наносить автобронзат не советую в комнатах, где повышенная влажность. То есть в самом помещении, где вы принимали те же водные процедуры. Так как повышенная влажность может привести к потекам и разводам автобронзата на теле. Если вы все-таки чувствуете суховатость кожи после принятия в ванны, используйте увлажняющие средства. Но желательно очень легкой текстуры, чтобы оно быстро впиталось и не оставляло после себя жирного следа. Потому что это тоже может повлиять на неравномерное нанесение автобронзата. Если же вы это делать будете впервые, я крайне советую остановиться на варианте мусса. Они продаются с такими помпочками, выдают такую нежную пенку. И лучше всего и равномернее наносятся именно муссовые средства. Также, чтобы эффект нанесения был максимально ровный, лучше использовать специальные рукавички. При этом они защитят ваши ладони от окрашивания тем же автобронзатом. Плюс еще этих рукавичек в том, что она впитывает в себя излишки, если вы слишком много взяли. И благодаря этому нанесение тоже будет более равномерным. Второе, если вы все-таки не смогли найти для себя муссовое средство и остановились на таком, как у меня в форме лосьона, и вы будете наносить первый раз, я бы посоветовала смешивать такое средство с каким-то очень легким увлажняющим лосьоном в соотношении один к одному. То есть половинку вы наливаете автозагара и половинку наливаете увлажняющие средства. Все это тщательно смешивайте, чтобы консистенция была равномерной. И только после этого наносите на тело. Если вы будете смешивать этих два средства, то тогда перед нанесением автозагара дополнительно, предварительно наносить увлажняющие средства не нужно. Если во внимание брать именно вот этот автозагар от Avon Care Sun Plus, который идет увлажняющий лосьон, автозагар с маслом миндаля, то мне больше всего его нравится именно использовать в соотношении один к одному с увлажняющим лосьоном. Тогда нанесение максимально равномерное. После того, как вы нанесли автозагар, он проявляется не сразу. Автозагар окрашивает наше тело в течение двух часов. Конечный результат вы уже можете оценить только спустя 2-2,5 часа. Если же вы сделали это в соотношении 50 на 51 к одному, и вам первое нанесение показалось недостаточно темным, вы можете это же повторить еще раз. Спустя, только спустя 2 часа. Нанесли. Если вам еще мало, вы можете еще раз повторить только спустя 2 часа. Также после того, как вы нанесли автозагар, через 2 часа желательно нанести увлажняющие средства. Здесь уже не важно какой текстуры. Чем она будет более плотной, тем намного лучше. Почему? Потому что действующим веществом бронзата является дегидроксиацетон, который не является опасным, но слегка подсушивает кожу, поэтому и рекомендуется спустя 2 часа после того, как дегидроксиацетон закончил свое действие, взаимодействие, лучше всего нанести увлажняющие средства. И желательно более плотные. Опасными являются автозагары только в форме таблеток. Только они действительно являются опасными для нашего здоровья, так как они окрашивают нашу кожу изнутри, и иногда избавиться от оттенка будет достаточно тяжело, и оно может проявляться не равномерно, а местами. И там достаточно хватает еще дополнительно побочных эффектов. Как же ухаживать за автозагаром? Самое первое, если вы будете принимать водные процедуры, не использовать никаких абразивных средств, никакого скрабирования, это все нужно отложить в сторонку, потому что такие манипуляции очень быстренько снимут ваш автозагар с кожи. Но и с другой стороны, если нанесение автозагара было неудачным, благодаря именно таким абразивным средствам, а особенно таким жестким мочалкам, этот автозагар можно быстрее снять со своего тела. Также принимая водные процедуры, лучше мочалочки не использовать, а гель наносить на ручки, ручками вспенивать, и максимально нежно и деликатно намыливать свое тело. В таком случае автобронзат может продержаться от 3 до 7 дней. Тем не менее, вы можете автобронзат наносить периодичностью 3-4 дня, если вы хотите поддерживать максимальный эффект. Но при этом не забывайте очень хорошо и ежедневно увлажнять свою кожу, так как дигидроксиацетон, помним, ее слегка отсушивает. Последний шаг в нанесении автобронзата, это то, что наносить на руки, на локти и на колени, на такие сгибающие части нашего тела, лучше наносить остатки в минимальном количестве, чтобы было все равномерно. И когда вы наносите автобронзат, вы должны чувствовать, либо видеть, в зависимости от способа, которым вы наносите, что вы полностью максимально распределили средство и оно полностью впиталось в вашу кожу. Также нежелательно после его нанесения одевать на себя какую-либо одежду, потому что она будет окрашиваться от самого фронзата. И соответственно, может оставить какие-то отпечатки на вашем теле. Не совсем приятных узоров. Также хочу отметить, что не рекомендую перед нанесением автозагара использовать увлажняющие средства с вот такими частичками, которые очень-очень тяжело растереть на теле. Потому что если она останется и вы в дальнейшем, когда будете наносить автобронзат, не почувствуете ее, то она тоже может оставить неприятные отпечатки. И напоследок хочу показать свои результаты смешивания вот этого лосьона автозагара и увлажняющего лосьона в соотношении 1 к 1. На фото до вы видите естественный цвет моей кожи, а на фото после вы видите цвет кожи после нанесения двух раз. То есть я нанесла первый раз, подождала два часа и нанесла второй раз, подождала два часа в соотношении 1 к 1. Результат мне очень понравился, никаких разводов на теле не было. Я даже пробовала наносить ладошками. Сразу скажу, лучше этого не делать, потому что ладошки самое первое место, которое приобретает такой бронзовато-золотистый коричневый оттенок. И это совсем приятно выглядит. Да. И на самом деле нанесение автобронзата для белоснежек это просто идеальный вариант на лето, так как я очень быстро сгораю и загорать вообще не люблю. Но мне очень хочется иметь такое красивое, холеное, слегка золотистое тело. И я нашла для себя выход. Это бронзатый, автотеннинг, автобронзат, автозагар, кто как называет. Ну и на этом все. Если вам это видео было полезным, обязательно поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь, дергайте за колокольчик и до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok